В округе состоялась встреча с жителями. Во второй раз её провели в формате выездной администрации. Как прошла встреча, расскажут мои коллеги. В актовом зале 54-й школы в Октябрьском многолюдно. Раиса Гизатулина пришла уточнить сроки начала строительства школы и физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке. От всех жителей она попросила благоустроить территорию у конечной остановки маршрутов 943 и 1223 и установить на этом месте знак, запрещающий стоянку грузовиков. Мы сейчас находимся за столом управления транспорта, транспорта и дорожной инфраструктуры. И мы решаем очень много проблем. И вот сейчас все вопросы, которые я задавала, я так поняла, что у людей есть понимание и стремление к этому решению. Наибольшее количество обращений по теме жилищно-коммунального хозяйства, строительства и социальной политики. Вера Савинова пришла с вопросом о развитии доступной среды в Октябрьском. Ответ получила на месте. Это очень удобно. Подходишь сразу к специалисту по своему вопросу, всё выясняешь. Никто не мешает, разговариваешь непосредственно о том, о чём хотел спросить. В Октябрьском продолжают капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустраивают дворы. В ближайшие несколько лет в посёлке построят школу и детский сад. Создадут парк «Лесная опушка». На особом контроле у администрации вопрос качества воды. Есть соглашение между Москвой и областью. Мы подписали такое соглашение. Уже, по сути, сверстан проект. Сейчас мы приступим к водоводу из Томилина в сторону посёлка Мирный, а дальше посёлок Октябрьск, где будет заведена московская вода по всем стандартам, по качеству, по новым технологиям. Диалог между органами власти и жителями выстроить удалось. Встречи в таком формате будут проходить ежемесячно. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.